Ну и в четверг вечером пришла третья волна новых американских санкций в отношении России. Мы вводим санкции против российских банков. Мы отрежем крупнейший российский банк, который удерживает более трети активов от американской финансовой системы, заявил в своей речи президент США Джозеф Байден. Речь идет о Сбербанке и ВТБ. Помимо санкций в отношении банковского сектора США также ввели ограничения на экспорт в Россию высокотехнологичной продукции на 50%. И у нас сейчас на связи Жарас Ахметов, независимый экономист. Добрый вечер, Жарас. Добрый вечер. Ну вот очень пугающе звучат угрозы Запада по поводу возможных санкций против России, уже существующих. И особенно пугает заявление, что санкциями будут бить до тех пор, пока не выдавят Россию из мировой экономики. Но мы видим, как сегодня у соседей повышаются цены на товары, услуги. Как быстро отреагирует повышением цен наш казахстанский рынок? Ну, это гадание. Сейчас пока трудно сказать. Эти вещи однозначно взаимосвязаны? Нет, ну вы же понимаете, вы говорите как быстро, ну как быстро сказать сложно, там день, два или неделя. Все-таки тут нужно определенный математический аппарат применять. Ну, какое-то очень ближайшее будущее. Ну, то, что скажется, это безусловно. Это безусловно, потому что мы... У нас достаточно большой товарооборот с Россией, как и по экспорту, так и по импорту. Россия является одним из крупнейших наших внешнеторговых партнеров. И мы можем ожидать импорта инфляции из России в Казахстан. В этом нет никаких сомнений. Ну, вот под санкции попал в Россию Сбербанк и его дочки. У нас, кстати, в стране находится их дочерняя компания, Сбербанк Казахстан. И сегодня они уже распространили сообщение, что все системы работают в штатном режиме. Но все же, какие ограничения будут у клиентов и как они смогут вообще ощутить санкционные ограничения? Вот можете объяснить сегодня. Ну, смотрите, возвращаясь к уже рассказанному вами обращению. Пока Сбербанк гарантирует, что никаких проблем у клиентов банка, в первую очередь физических лиц, с изъятием денег со своих вкладов, хоть в деньгах, хоть в долларах, не будет. И что у Сбербанка достаточно резервов, чтобы обслуживать потребности своих клиентов. Но российские СМИ писали, что у клиентов, российских клиентов Сбербанка могут возникнуть проблемы с расчетом, например, онлайн-платежей с Netflix или, например, со снятием наличных денег где-нибудь за границей. Вот смогут ли казахстанцы воспользоваться своими картами где-то за рубежом? Ну, подождите, давайте разделим, да, делим мухи и котлет. У нас Сбербанк – крупный банк, системный банк. У нас он обладает достаточно большой клиентской базой и большим количеством депозитов населения. И надо сразу сказать, чтобы успокоить население, что вкладчики Сбербанка проблем со своими депозитами испытывать не будут. Вторая проблема – это проблема с платежными картами, имитированными Сбербанками в рамках системы Виза и Мастеркард. Здесь проблемы будут, безусловно, и будут проблемы при расчетах с зарубежными, онлайн-зарубежными поставщиками товаров и услуг. Будут проблемы при выезде за границу, если там, скажем, карта Виза или Мастеркард, имитированная Сбером, там тоже будут. Потому что США, насколько я помню, запретила Сберу, не самому Сберу, а запретила сотрудничество американским и другим банкам в сфере долларовых платежей и переводов. Да, проблемы, конечно, возникнут. Но это другая история. А так мы должны сказать нашим согражданам, что касается депозитов и текущих счетов, внутри Казахстана у них проблем не будет. Ну, уже понятно, что финансовый рынок России не сможет полноценно развиваться. Большинство банков России выставили запрет на привлечение капитала из-за рубежа. Но давайте предположим, что переговоры между Украиной и Россией пройдут успешно и вообще пройдут. Вернется ли все тогда на круги своя и, в частности, относительно курса деньги? Ну, смотрите, в 70-е годы в США была принята поправка Джексона Венка, по-моему. Веника, Джексона Веника. А запуск Джексон Веника по ограничению поставок в СССР высокотехнологического оборудования. Об отмене этой поправки впервые заговорили в начале 90-х, уже когда Советский Союз распался. И Ельцин, первый президент Российской Федерации, начал вести переговоры с США. Отмена заняла 5 или 6 лет. То есть санкции вести легко, отменить их сложно. И даже если переговоры в Минске начнутся и завершатся успешно, чему я лично буду очень рад, потому что нет войне, и войну надо остановить любыми силами, то отмена санкций, уже введенных, но она не произойдет завтра по щелчку пальцев на следующий день после установления мира. Она потребует время, и, наверное, речь даже идет не о месяцах, а о годах. Поэтому это довольно сложная и тяжелая история. Несмотря на то, что России не привыкать к санкциям со стороны Запада, с 2014 года они живут в таких реалиях, но в этот раз, конечно, несомненно, все намного жестче, сложнее. Мы вот все эти дни просчитываем риски для казахстанской экономики. Много говорили про углеводородный рынок, логистику, импорт-экспорт. И вот если говорить о перспективах, что будет все-таки с импортом из России? Будет ли Россия нацелена на насыщение собственного рынка? И может ли Россия закрыть для нас рынок сбыта, чтобы создать условия для собственной продукции? В каком направлении надо двигаться к Казахстану? Ну, вчера Владимир Путин встречался с представителями Российского Союза промышленников-предпринимателей, ну, фактически с представителями крупного бизнеса. И обсуждалось взаимоотношение между Россией, ну, государством российским, и бизнесом в условиях ведения жестких санкций. И Путин обещал всяческую поддержку своему бизнесу. Это означает, скорее всего, что будут закрывать свой рынок от импорта, чтобы поддержать своего российского производителя. И поэтому в рамках Евразийского Союза они не могут ввести таможенные тарифные ограничения для казахстанских товаров. Ну, будут придумывать... Ну, какие-то косвенные ограничения будут вводить все-таки. Это просто называется не тарифные ограничения, да, и возможности казахстанского экспорта в Россию ухудшится. Это можно... в этом можно быть уверенным. Что касается импорта из России в Казахстан, там надо смотреть по каждой конкретно отдельной товарной позиции, по каким-то позициям ситуация не поменяется, по каким-то ухудшится, потому что в первую очередь все будет Россия нацеливать, ну, государство российское будет нацеливать своих производителей, свой бизнес на насыщение внутреннего рынка. Ну, правительству наверняка предстоят еще долгие процессы переговоров в этой связи. Ну, и еще один из запретов, который был введен против России, это ограничение на ввоз высокотехнологичной продукции. Это, несомненно, негативно повлияет на возможность модернизации военной отрасли, нанесет урон космической отрасли и в целом ударит по экономической конкурентоспособности страны. Но давайте вот еще раз напомним, что все-таки третьи страны также не имеют права ввозить санкционные товары на территорию России. И какие конкретно условия там прописаны? Ну, я, честно говоря, законов этих еще не читал, указов президента Байдена. Тут с ними надо разбираться. Но общее правило, в том числе, как и поправка Джексона Веника, общее правило такое, что если через третью страну в обход санкций поступают товары, в данном случае в Россию, то эти фирмы, эти компании тоже подвергнутся соответствующим санкциям. То есть, грубо говоря, если казахстанская компания захочет возить полупроводники из Китая или Тайваня в Россию, и если это станет известно, она подвергнется станциям со стороны США. Ну, контроль идет жесткий? Ну, смотрите, когда, в 2014 году, ну, в общем, да. Вот контроль, ну, как вам сказать, вот жесткий, не жесткий. Там, помните, была история скандальная с поставками Сименса турбин в Краснодарский край, который потом контрабандой перевезли в Крым. Ну, в общем, Сименс об этом знал и понимал, что так и будет. Ну, пошел на нарушение санкций, был громкий скандал, много говорили, хотели кого-то там из представителей Сименса привлечь к суду, но, насколько я помню, это, в общем, дело спустили на тормозах. В этот раз из-за войны, возможно, контроль будет более жестким. Ну, и тем более, учитывая наши цифровые реалии, наверное, сделать это будет сегодня намного проще. Ну, и Россия заявила, что готова к заводным санкциям, но готовы ли мы к ним, пока ясного, наверное, понимания все же нет. Надеемся, что вот прозвучавшие сегодня намерения Украины и России сесть за стол переговоров стабилизируют экономическую ситуацию. Спасибо большое. У нас на связи по скайпу был независимый эксперт Жарас Ахметов.